Каждый год для поддержки нашего народного производителя. Здесь дешевле и вкуснее. Вот уже много лет подряд брещанин Александр Иванович закупается к зиме именно на городских сельскохозяйственных ярмарках. Ни очередь, ни переменчивая погода не являются препятствием для того, чтобы выделить время на такую важную и ответственную миссию. Жители центральной части города, как правило, за покупками на зиму отправляются именно сюда, на парковку за торговым комплексом Дидас Персия. Все же шаговая доступность играет здесь не последнюю роль. Традиционно организаторы стараются сделать каждую площадку выездной торговли разнообразной, при этом учитывая основные потребности людей. Как и в предыдущие годы, торговля у специалистов предприятия «Бересте» идет наиболее активно. Многие покупатели здесь давно перешли в статус постоянных. Видите, как хорошо? Наша продукция самая дешевая, хорошая продукция. Поэтому смотрите, какая очередь каждый раз с нашей машиной. Сейчас большим спросом пользуются зеленые томаты, красные томаты у нас цена хорошая на них. Все, перчики цена хорошая. На все, все берут. Пекиночка, салатики, зелень наша пользуются спросом. Широка представленность всей продукции. Кроме овощей на ярмарке есть и фрукты. От экзотической дыни до традиционных яблок и груш, отдельные сорта которых в кладовых и подвалах сохранятся до весны. Кстати, именно фрукты в очередной торговый год стали наиболее популярными. А еще мед. Пчеловат из Пинска Степан Кульбеда приезжал на распродажу каждые торговые выходные. И каждый раз у его площадки буквально очередь. Уже вот шестая ярмарка. Работаю, приезжаю, все посещаю, стремлюсь посетить. Очень доволен ярмарками. Большое спасибо администрации Ленинского района за такую шикарную ярмарку. Всегда приветствуют, встречают, место всегда есть. Лесной очень пользуется спросом, гречка с разнотравьем пользуется спросом, майский с прополюсом, луговой. Ну, всеми, да, пользуются хорошо, берут люди. Все выходные октября и первые выходные ноября работали в городе сельскохозяйственные ярмарки. На прилавках без труда можно было найти картофель, лук, свеклу, капусту. Как всегда, организаторы подготовили для горожан и расширенные ярмарки. Их приняли торговые площадки возле Белгостраха по улице Московской и у гипермаркета Экватор. И если несколько лет назад скептики говорили о том, что, закрывая сельскохозяйственную торговлю по улице Гоголя, город потеряет свою главную площадку для реализации, то, как оказалось, все получилось иначе. Теперь свои ярмарки имеют самые крупные районы города, что более удобно, быстро и доступно. За весь период торговли продано больше 2300 тонн плодов овощной продукции. Общий товарооборот 34 проведенных ярмарок – более 2 миллионов 300 тысяч белорусских рублей. В текущем году продавцы более активно продают продукцию с доставкой ее на дом, что значительно улучшает потребности горожан по доставке этой продукции, но также это удобно. А следующая информация будет актуальна для тех, кто пропустил период активной торговли. В течение ноября ежедневно будут функционировать две постоянные площадки – по улице Себровской 61-1 и проспекту Машара-18 за торговым центром ЦУМ. Прийти сюда можно в любое свободное время. Однако организаторы настоятельно просят соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.